Добро пожаловать на наш канал. Двигаясь по Ленинградскому шоссе, она же трасса М10, в сторону Твери, по правому берегу реки Волга, добираемся примерно до 136-го километра, где будет ответвление дороги вправо. Съезжаем на Ленинградскую улицу населенного пункта городня. Далее, двигаясь по ней, доезжаем примерно до дома под номером 132. С правой стороны у нас возвышается храм Рождества Пресвятой Богородицы. Стоящая на крутом правом берегу Волги, в 30 километрах к юго-востоку от Твери, церковь Рождества Пресвятой Богородицы является самым древним и ценным памятником старины, сохранившимся от Тверского княжества. Как указывалось в клировых ведомостях 200-летней давности, построена она, неизвестно когда и кем. Городня впервые упоминается в начале 14-го века, под именем город Вертязин, который защищал подступы к Твери со стороны Москвы. Здесь несколько монастырей и церквей, среди которых и церковь Рождества Богородицы, возведенная вскоре после Куликовской битвы в 1380 году и, скорее всего, память о ней. За свою многовековую историю городня подвергалась многочисленным нашествиям и страшным разорениям, ввиду чего церковь неоднократно перестраивалась. От первоначального каменного храма 14-го века. До наших дней сохранился лишь глубокий подклет. После пожара 1412 года. Она была отстроена заново, на старом основании, и расписана. В 1569 году город был опустошен войском Иоанна Грозного, в смутное время, вновь почти полностью разорен. Разграбленной церкви с трудом удалось выставить. В 17 веке. Городня была дворцовым селом, а церковь стала приходской, прежде была соборной. После очередного пожара 1716 года. Церковь возобновлена на средства помещика Петра Алексеевича Бема в 1740 по 1745 годах. Был отремонтирован и расписан храм. Построены кирпичные трапезные с пределом праведных Симеона, богоприимца и Анны Пророчицы, и шатровая колокольня. Тогда же соорудили главный иконостас, который был спасен при пожаре, случившемся в 1801 году. Вскоре тесовая крыша храма была заменена на металлическую. В дальнейшем поправки церкви проводились много раз, во второй половине XIX века. Интерьер был заново расписан масляной живописью. Приходе было более 250 и дворов в селе деревнях Лычеве, Быкове, Редькине, теперь поселок Редкино, Артемове, Заполке, Турыгине. Во время Великой Отечественной войны здание церкви было сильно повреждено и начало разрушаться. В 1960-е годы служба проводилась один раз в неделю первая часть в субботу с вечера, а вторая – в воскресенье с утра и по праздникам. Причь составляли священник, диакон и псаломщик. К 1966 году относится начало капитального ремонта церкви под руководством архитектора-реставратора В. Л. Альтшулера, который продолжался до начала 1980-х годов. За этот период проведен большой и сложный комплекс работ, полная реставрация трапезной, храма, фасадов, иконостаса и икон, найденные и восстановлены уникальные фрески, надписи. Рисунки XV века, выявлены некоторые факты истории существовавшего города. Самая древняя на всей Тверской земле, церковь Рождества Богородицы представляет собой ярчайший памятник исторического и художественного наследия края. На этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!